Молитва И хотелось бы в этот воскресный день, который, как мы всегда говорим, Бог подарит для нас, продлив нашу жизнь на этой земле. И как Давид говорит, не дал ноге нашей поколебаться, мы снова пришли в дом молитвы, чтобы поклониться Господу. Я читаю одно место Священного Писания, очень коротко, когда-то один из мужей Божьих, Давид, говорит, «Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебе жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Может быть, сто, а может быть, тысячу раз мы слышали эти слова, как обращал свои взоры, как поднимал свои взоры Давид к Богу, как он обращался и молился преди всем Господним, когда он находился в этой иудейской пустыне. И мы можем, каждый из нас, может быть, хоть чуть-чуть представить, когда человек находится в пустыне и когда он умирает от жажды. Говорят, что он готов отдать все свои богатства, отдать свои деньги, золото и так дальше, лишь бы получить этот глоток воды. И Давид говорит здесь, «Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я Тебе, по Тебе томится плоть моя и жаждет душа моя к Тебе, Боже». Вот такая жажда была Давида, чтобы слышать, видеть славу Божию, которую он говорит. «Я раньше видел ее славу, который приходил в храм Твой». Это очень дорого. И мы сегодня находимся, братья и сестры, в этой духовной пустыне, когда мы, может быть, в нашей жизни не раз переживали Божьи благословения, когда Господь касался Духом Святым нашего сердца, когда мы ощущали близость к Господню, когда мы созерцали эту красоту Господню. И мы сегодня, может быть, только вспомним иногда. И хочется, конечно, чтобы в наших собраниях и в наших сердцах обитал этот Дух Святой и обитала эта слава Божия, которой мы видели ее. Мы переживали эту славу и силу Божию. И сегодня дал бы Господь нам ощущать это. И мы находимся в этой пустыне. Мы идем среди этого мрака, среди этой тьмы мира сего, который окружает нас. И нам нужно сегодня взоры поднять к Богу в молитве нашей. И начиная наше собрание, мы будем, братья и сестры, сегодня молиться. Мы будем слушать Слово Божие, что Господь желает нам сказать в это последнее время. Мы будем петь имени Ему Всевышнему и славу возносить, потому что наш Господь, Он достоин славы, Он достоин хвалы. И Давид говорит, что жаждет душа моя к такому Богу, крепкому, когда приду и явлюсь пред лицем Его. И он жаждал этого Бога. Он исповедовал Бога, что Ты Бог мой, Ты Бог мой, Ты Бог всесильный, Ты Бог всемогущий, Ты вездесущий, Ты сотворивший все концы земли. И он исповедовал это могущество силы Божьей. Он исповедовал имя этого Бога живого, который, перед которым мы сегодня пристали в этот день воскресный. Это серьезно, конечно, братья и сестры. Это не то, что мы пришли на какое-то развлечение, но каждый раз, когда мы приходим перед величием Божьим, наше сердце должно ощущать близость к нашего Господа. Наше сердце должно трепетать пред Ним. Мы должны стоять в благогубении пред Ним, потому что Бог наш есть, Бог сотворивший все концы земли, которым поклоняются небесные земные преисподние. И второе, что Бог возлюбил нас любовью вечную, и мы должны Его славить в молитвах наших, славить Его песнопениях наших и провозглашать Его славную победу. Он говорит, что с раннего утра, от ранней зари ищу тебя, от ранней зари, куда еще, может быть, солнце не взошло. Он говорит, моя молитва ожидает Господа. Он молился при лице Господне, и мы сегодня в этот день будем славить Господа. Он говорит дальше так, чтобы видеть славу Твою и силу Твою, как я видел Тебя во святилище. И по милости Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое подним руки. Моих Тебе, Боже. Чудный и дивный наш Господь, перед Которым мы пристали. Давайте бы серьезно, братья и сестры, будем обращать наши взоры к Богу. Будем поднимать Тому, Который заботится о нас, Который продлевает нашу жизнь, Который действительно не дал ноги нашей поколебаться. И мы стоим на этом правильном жизненном пути. Мы поблагодарим сначала, конечно, Бога нашего, потому что когда-то апостол Павел учил своего ученика, Тимухвею, что прежде всего прошу совершать молитвы, благодарения. И мы поблагодарим нашего Бога. Нас есть за что благодарить. Помолимся Ему и поблагодарим, что Он возлюбил нас любовью вечную. Поблагодарим, что Он искупил нас драгоценной Своей кровью, за то, что глаза наши видят сегодня милость, этот свет, который еще просияет над нашими сердцами. Мы поблагодарим Бога за руки, которыми мы можем трудиться. Мы поблагодарим за ноги, которые приступили порог этого дома молитвы. Мы поблагодарим Бога за то, что Он дарует нам еще жизнь, дает хлеб, пропитание в этой стране. Мы поблагодарим Его за это и будем просить, чтобы Бог благословил наши сердца, слушать Слово Его, и будем нашими устами провозглашать Его имя. Есть такой псалом. Тебе моя слава, хвала Иосана, мой Бог, будь превознесен, будь прославлен за кровь, что умила, от зла искупила и от смерти спасла. Разве за это не нужно благодарить Бога, братья и сестры? Мы сегодня можем не до конца понять, чего это непонимаемо. Это величайшая любовь Божия, которая спасла нас от смерти и дарует нам жизнь вечную. Давайте встанем и поблагодарим Бога и попросим Его благословения. Отец наш Небесный, мы очень благодарны Тебе в этот день воскресного дня, предстоя при лицах Твоем, дорогой вечный Божий. Мы поднимаем наши взоры к небесам, откуда приходит помощь наша, от Тебя, сотворившего небо и землю, прославляем Твое святое имя, дорогой Господь. Да будешь Ты прославлен в нашем собрании, наш живой, великий и вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Богу, дорогие друзья, имеем такой прекрасный час собраться в Доме Господнем. Есть в этом мире, люди собираются по разным причинам, чтобы сделать какое-то торжество или что-то иное. Но сегодня мы собрались, как верующие люди, за одной целью, это для того, чтобы прославить Иисуса Христа. Мы собрались во имя Его Святое. И вот, придя в такое место, мы знаем, что есть Бог, присутствующий здесь, который силен сделать изменения в наши сердца, который силен помочь нам, который силен дать нам силу, чтобы дальше идти по жизненному пути. И сегодня мы хотим славить такому Богу. Сегодня мы хотим петь этому Иисусу. И просто хотим вместе со всеми вами прославить нашего Господа, поднять наш звор в небеса на нашего Иисуса Христа. Пойте с нами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok тебе наш господь вала тебе бог святой волна за иисуса сына твоего вала тебе наш господь вала тебе бог святой волна за иисуса сына твоего тебе славы скажи я зелен бедный скажи я бога богатая тому что бог нам дам тебе славы скажи я зелен бедный скажи я бога богатая тому что бог нам дам 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Милости Твоей полна вся земля Милости Твоей полна жизнь моя Милость Твою, ты превозносно судьбом Возлюбил меня и вёл свой дом Ты в милости Твоей полна вся земля Милости Твоей полна жизнь моя Милость Твою, ты превозносно судьбом Возлюбил меня и вёл свой дом Ты спас меня и оправдал Освободил от вины Ты спас меня и оправдал Освободил от вины Милость Твою, ты превозносно судьбом Возлюбил меня и вёл свой дом Милости Твоей полна вся земля Милость Твоей полна жизнь моя Милость Твою, ты превозносно судьбом Возлюбил меня и вёл свой дом Ты спас меня и оправдал Освободил от вины Ты спас меня и оправдал Освободил от вины Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь к нам Господи, мы славим Тебя, величаем Тебя, поклоняемся Славим Тебя, ибо Ты достоин славы Благослови это служение, Господь, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа Аминь Мир вам Мир вашим сімям Мир усьому тому, что у вас есть Нехай имя Господь будет благословене и прославное И так бы хотелось бы с самого начала Один и тот же И как то прекрасно Когда Дух Божий Он всегда с нами И нас сопроводит Аллилуйя Аминь 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 Они Визника Мир Визника тилом, но и очень присутствием духом. Ну, конечно, вашу трансляцию мы не можем видеть, а другие церкви видят, смотрим, переживаем, радуем, что украинцы, россияне и все остальные являются ревни, поборники истины. И где бы они ни были, они помятают, что сказал своего часа им Господь, я тебя не покину, я тебя не оставлю. В разных моментах жизни, в моментах радости и переживания я с тобою, каже Господь. Свого часу выбрал Господь мужа Божого Моисея. Він знал, что там есть народ, его народ в неволе. И Він посилает того мужа, Він его формировал, Він посилает, иди до Мого народу, и ты маешь его вивезти звезти. Не має Він будь в неволе. Він, Мой народ, має бути вільний. Ты маешь вивезти. Моисей крепко хвилювався и не хотев. Но Бог, когда ему сказал, я буду с тобой. И это стало основой его жизни. И в всех его днях переживания и трудностей, когда повставали на него, это, я так думаю, что в его ушах и в сердце броняло за мной Господь. И нема лучшего за мной Господь. Да, мы можем быть отсутствием один от одного, но Божий Дух нас сопроводить. И когда уже, знаете, час ишов, Бог ввел свой народ израильский, ввел и уже через Моисея Он говорит, что памятайте весь путь, каким ввел вас Господь. Яким ввел вас Господь, памятайте весь путь той. В сегодняшние дни, возможно, знаете, я хотел бы, чтобы и мы себя анализировали. Можливо, мы можем что-то памятать так же в своем жизни, и, возможно, ну, и сгадывать, и говорить про свое греховное життя, про то життя, где не ввел Господь. И, возможно, выделять много времени для этого. Но Бог хочет, чтобы мы памятали весь путь, каким ввел нас Господь. И это прекрасно, когда нас ведет Господь. Аллилуйя! Аллилуйя! брат був, и он крепко ревный був такой, взятый крепко, поборник правды був. Ну, и его крепко, это он стал заметным, и его начали кагабисты переследовать. И через то, что я был его брат менший, ну, у меня ревности не было, но у меня не было чего брать, как говорят, приклад, своих братьев и сестер. И я сам знал трое преследование, и натиск кагабистов. Когда приходили туда, где я проживал, они допитывали меня, они ревности Библию из рук моих, а я еще в ревности такий Библию под себя схватил, все, они душат, забирают меня, выкручают руки, но мне удалось вирваться на балкон, и я поднял такий крик, еще молодой, был такий, молодой, энергичный, говорю, люди, тут бандиты меня душат. Кажут, подождин, подождин, мы тебе еще дамо бандиты. Знаете, это все формирование ишло, и мова внутреннего человека, життя ишло, и то Бог ввел, то была закалка. Зараз другие прекрасные часы, уже не та Библия, можно сказать, ну, та Библия, а лишь те, что написано, но, я думал, уже такая гарненькая, дяка Богу, усі, кто желает иметь Библию, мают такую возможность, правда, мают возможность. А еще, чтобы мы шукали возможность читать, вникать дослеживать, бо это слово, то есть святильник для нашей ноги, чтобы мы не спиткнулись, чтобы мы не десь не выйдем, чтобы мы шли твердой и ходой, правильным направлением, и тогда действительно будет благословене наше життя. как я в своей церкви, в нашей церкви, церкви Святої Тридця звернулся до одной из пребиральниц и говорю, сестром, ну, есть непорадок, непорадок там и там, есть зауважение, обратно, увагу, там, я говорю, если даже есть что-то не видеть, то, брат, мне подскажут, ну, якусь ответственность несу за это, мне подскажут, а она так говорит, Володимир Витя, а оно может и доброе, что вы не добачаете, я уже в окулярах, и часто, ну, как ходишь без окуляра, то меньше замечаем, а уже с окуляром трошки, может оно то и доброе, что вы не добачаете, да, может пастырады, як у нас, служители, церкви Господней, но око Боже оно точно видит, и точно ставит оценку, мы можем часом один одного недооцинить або перецинить, а у Бога есть свое определенное и оно точное определенное. Брата и сестры, подвизайся в имя Господа Иисуса Христа, если кто что-то не видит, Бог видит, Бог видит. Я думаю, что мы знаем, все знаем, что у нас есть тот, кто крепко нас любит, имя Иисус, он крепко нас любит. Мы идем по этой житовой дороге и бываем, знаете, бываем, где что-то сделаем, что-то сделаем не так, хоть написано, что верующий не грешит, верующий не грешит, когда времен давка в души как не грешит, да, можно сказать более доступными словами, верующий не творит грех, а верующий старается извольнити от греха, он не творит, люди творят грех и от этого мают задоволение, а мы, которые вкусили как добрый Господь, если в нашем жизни какой-то прояв что-то есть, наша душа правда штомится, и мы стараемся извольниться от этого греха тягора, потому грех он уничтожает не только душу, а тело, и мы стараемся, верующие люди стараются, аж пока не извольнятся от этого тягору греха, ты не свободный, но мы знаем, что есть тот, который прощает, он пришел, чтобы освободить нас от наших грехов, аллилуйя, слава нашему Богу, и это служение он подорвав для нас, в него есть цель нас освободить, наповнить, вдохновить, и чтобы мы дальше шли в жизнь, и шли ходою твердой, впевненной, з верой продвигали вперед, Бог нас крепко и крепко любит, есть такая книга, книга «Плач Єремии». Вот такая книга в Библии есть «Плач Єремии». Я, звичайно, люблю говорить проповедь, такий, как девиз христианства, завжди радуйте, без перестанки молиться, за все складайте подяку Богу, знаете, так прекрасно, але цей девиз часом треба помістити и плач. Муж Божий Єремия, подвижник, пророк Божий, він крепко переживав за народ, і люди, можливо, багато хто не бачив, але він не раз оплакував народ, він бачив, як народ ухилявся від істини, як народ не робив те, що Господь заповів, і від цього страдав, і від цього війни, і від цього страждання, від цього смерті, він оплакував, він ставав пролом за народ, і я собі задаю часом питання, Саша, а як часто ти плачеш за народ Божий, як часто ти плачеш за свою сім'ю, можливо, не тоді, коли вже все сталося, а наперед, як ти в ревності стоїш, адже стільки весь такий путь ти пройшов і вів тебе Господь, і в життю багато ти що знаєш, мої діти говорять, о, тато, як вас багато є що розказувати, да, Господь проводив, знаєте, тим чи іншим, і нараз я задавав запитання, Господи, ну на що воно мені, для чого воно мені, але я все більше і більше розумію, приходить той момент, коли я дої стою, не мов би свої сокровищниці, де я пережив, ось це, реальні свого життя пережив, і вже як живе, не то, що десь прочитане, звербаєш і говориш, так і так, бодрися, Господь мені допоміг, Господь і тобі допоможе, я пам'ятав, пам'ятаю, що було таке, думаю, цілу майже ніч я вже качаюся, вже на ліжко не можу, приступ взяв, я на підлозі то в одну, то в другу сторону, моя дружина говорить, що давай будемо дзвонити до просвітера, я кажу, ну знаєш, я так, кажу, як кожен почне телефонувати ночу, то що то за життя буде для служителя таке, але все рівно дійшов до такої точки, що могли, мусили телефонувати, і коли наш єпископ приїхав і помолився, і помаленьку, помаленьку, все втухло і до сьогоднішнього дня, Алілуя, Господь живий, Господь діючий, і в нашому тілі, і в нашому духу, і в нашій душі, Господь дуже тонкий, і Він опрацьовує тебе, і тебе, тебе по-своєму формує, радом стояшого брата, чи сестру, якась садить, по-іншому формує, але Він любить кожного із нас. Читаю, час дуже обмежений, п'ять розділів, як лина плач Єремія, читаю такі вірші з третєго розділу. Оце я нагадую серти своєму. Тому то я маю надію, це милість Господня, що ми не погинули, бо не закінчилось Його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика, бо вірність Твоя, Господь, це мій уділ, говорить душа моя. Тому я надію на нього складаю. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе. Ось такий муж Божий Єремія. Звичайно, і в нього були такі, знаєте, як кажуть, послаблення в життю, послаблення, коли їх филювання і переживання приходили в його життю. І він каже, оце я нагадую серце, серцеві своєму нагадую. Якби сам до себе звертається, сам себе формує. І говорить, що милість Господня, каже, що надію на Господа складай, томуто я маю надію, це милість Господня, що ми не погинули і не покінчилось його милосердя. І воно нове кожного ранку до нас. Слава нашому Богу! Ми це відчуваємо, що милість Господня і сьогодні обновилася до нас. Алілуя! Милість Господня обновилася. Я маю на дільниці одну таку особу, яка вже старша, по милості Боже, мені довелося, коли він захворів, мені довелося відвідати його в лікарні, він ще був невіруючий, і свідкуючи йому про істне Господнє, його серце відкрилося, і він там проговорив молитву грішника. І пізніше прийняв водне хрещення, але чомусь так, я часом задаю собі запитання, ну а чому, Господи, адже ти міг би якось інакше, але сталося так, що він втратив дві ноги, він втратив майже слух, і він втратив майже зір. Ну то вже та хвороба, вона прогресувала, це не було початком його, і так сталося. І кожен раз, знаєте, коли приходиш туди, його дружина показує те все, як там тіло воспалилося, все, і просто приходиш в себе, приходиш у себе, і починаєш дякувати Господа. Ти ходиш, ти рухаєшся, і як я люблю молитися, Господи, дякую, що всі органи працюють призначені тому, якому ти призначив. Як то прекрасно, як то прекрасно бути повноцінним. Коли моє племінниця, моєї дружини і народилася дитинка, ну, є така думка, що то, чи те, що прививки ти робили, і сталося так, що ця вже дитинка стала ну, крепко-крепко хвора, і вона, ну, не діюча, не працюють в неї органи так, як треба, і все, і кожен іде, вона росте, росте, і приходить хвилювання, да, стояли в проломі, молилися, Господи, поможи, Господи, якось виріш, але ж та дитина ще поки живе. І чомусь між нами, між нами такі є моменти, між нами, є такі моменти, але і це під Божим контролем, і це є під Божим контролем. Ми знаємо, що свого часу жив такий чоловік, як Йов, і Господь захотів ним, як би сказати, поставити його, поставити його, навіть перед силами зла поставити його, ту людину, яка уповає на Господа, в рив, в будь-яких ситуаціях уповає на Господа. І він прославляв Господа і в дні радості, і в дні переживання. А зараз ми живемо наш час, як би то не було, але свому серці, свому серці, каже, я нагадую серці свому, тому я маю надію, що милість Господня обновляється. І нижче написано, що Господь мій у діл, молодший і старший, багатий і бідний, нам всім дуже потрібен у Господь. Нам всім дуже потрібен Господь. Часи можуть мінятися, але Бог не міняється. І істини Божі, вони не міняються, вони твердо стоять. В різних ситуаціях життя. Хотіло бся, щоб ми розуміли, Господь то мій у діл. Можливо, щось досягаємо, щось не досягаємо, але Господь то мій у діл. Господь то моє спасіння, Господь то моя сила, Господь то моя пісня. Аллілуя! Ми будемо прославляти, подякуємо Господа. Час вже так бистро збіг, я вже, знаєте, перший раз і хотілося і говорити, і говорити, але хотілося, як написано, що кожен із вас що-то має, і ми коли сходимося, ми повинні бути важні друг до друга, і до високих талантів, як можна назвати, і до слабших талантів, всіх задіювати, судді за мири і любви жити. І я люблю такий, знаєте, вірш, і для вас таке побажання, а ви один до одного будьте ласкаві. Гай допоможе вам Господь, чи то до служителя, чи то можливо, мало такого на ваших очах, мало такого важного чоловіка, все рівно, як би то не було, якісь приходять, бувають моменти в життю, але все рівно один до одного будьте ласкаві, будьте добрий, бо наш Господь. Ми прославимо Господа в цій молитві, уділимо час для молитви, для ревної молитви. Нехай Дух Святий нас наповнить, нехай наше серце розкриється, нехай наше серце буде вдячним Господу. Добре Він є, на віки Його милосердя. Схиляємося для молитви. Амінь. Схиляємося Господь, говорили Діти, Краменогесту, воспрямьте духом, ибо все еще, все еще, все еще движется дух. Краменогест Англой до крайних, пока Господь скажет довольна, крови до крови сон. И на это место пришел я духом святым Краменом, чтобы возгустить вам нечто краменогласно. Любовь Господь не бесконечно гефарит вам, и она простит ныне к вам, говорит Господь, Краменостану. И многие ощущают на этом месте, что близко Господь они, близок я к тем, кто ищет меня, я стану, близок я к тем, кто любит меня, я стану. Возлюбите меня, говорит Господь, всем сердцем своим, и вреду обидеться твою, Господь хочет этого, Господь хочет управлять вашей жизнью, Господь хочет вести вас и направлять к небу. Это воля Божия, и не к вам, говорит Господь, поэтому, поэтому подано слово, ныне, аминь, аминь. Господь, все, что, 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 ищут, ищут, То вода, 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 потекла бы, потекла бы, и наполняла, наполняла, и напояла, ибо много-много устонет фары стона, много-много стона, многие истомились и жажду, жажду, кто напоит жаждущих, говорит Господь, вы, за которых я поставил вас впереди, ваше дело, ваше дело, искать Господа, просить у Него пищу и подавать народу, чтобы народ не голодал, чтобы народ не жаждал, чтобы народ шел, 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 в небо, говорит Бог, аминь, задание вам, говорит Господь, слушателя, аминь, аминь, аминь. Мы дякуем Тебе за дию Твою, мы дякуем Тебе, что Ты питаешь наши души, аллилуйя, слава Тебе, допоможи нам открыти свой слух, чтобы почути, что Дух говорит церквам, допоможи Господь прикладати всі свои старания, чтобы жить так, как хочешь Ты, мы на Тебе надею покладаемо, нехай Дія Твоя надалі звершиться, це просим я Иисуса Христа, для слави Твої, аминь. Из капельки дожжа Твоя слеза вдруг стало синем морем, Крабиночка песка В Твоєй руке вдруг превратилась в горе. Ты выше дальней утренней звезды, Но знаю, что со мною рядом Ты одна. Мой Арнай, ты Бог, и нет другого Туда мне жизнь и да свободу. Он мой Арнай, ты Бог, и нет другого Туда мне жизнь и да свободу. Не сможет на каждый Твой голос слышится по всей земле. Я иду, мой Бог, и нет другого Туда мне жизнь и да свободу. Я иду, мой Бог, назов Тебе одна. Аднай, ты Бог, и нет другого Туда мне жизнь и да свободу. И да свободу, о, мой Арнай. Ты вечно царствуешь величей, и снова чудеса во мне творишь. Ты еще одна. Ты еще одна. Но любви меня не оставляй. Мой Арнай. Мой Арнай, ты Бог, и нет другого Туда мне жизнь и да свободу. Мой Арнай, ты Бог, и нет другого Туда мне жизнь и да свободу. Дорогие друзья, слава нашему Господу. Я вполне поддерживаю те слова, которые сегодня были сказаны братом, что по милости Господа мне исчезли. И его милосердие обновляется каждое утро. Велика верность нашего Господа. Слава нашему Господу. Мы сейчас будем молиться по нуждам, которые мы имеем, которые записаны в этой книжечке. Здесь порядка сорока, больше сорока нужд. Конечно, я понимаю, что мы хотели бы глазами видеть то, что Бог делает. Потому что Бог не изменился. Он вчера, сегодня и во веки тот же. И хотелось бы видеть Божьи действия. Друзья, но многое зависит от нас. Чтобы нужно правильно слышать и правильно понимать. 12 человек из народа израильского, знатных, не простых, а знатных людей пошли осматривать обитованную землю. Но только двое пришли и сказали, что эта земля наша. А остальные, а остальные нет. Нет. А Бог сказал, я даю вам эту землю. Не буду давать. Не нужно вам воевать. Что-то другие условия. Я даю вам эту землю. И только два человека поверили. Поверили верою. И они получили эту землю. Друзья, нужно от нас тоже. Как я сказал, нужно правильно слышать и правильно понимать. В нашей жизни бывает так, как у Неймана. А я думал, что он выйдет, возложит на меня руки, совершит молитву. И я получу исцеление. Оно совершенно получилось не так, как он думал. И если бы не слуги, которые сопровождали его, с чем приехал бы, с тем и уехал бы. Но благодаря слугам, которые упросили его, он сделал так, как сказал даже не пророк, а слуга. И получил то, что он хотел. И потом говорит, а теперь я вижу, что есть Бог в Израиле. Друзья дорогие, с нами тоже Бог. И мы наше время тоже слышим и видим, что Бог являет свою милость. Поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы мы правильно слышали и правильно понимали, что требует от нас Господь. И мы сейчас будем совершать молитву. Друзья, если у кого-то есть вера, и он желает, чтобы за него совершили молитву, вы можете подходить сюда. Мы будем молиться, мы не будем думать, как мы думаем. А мы будем делать, как Бог, как Священное Писание нам советует. Как Слово Божие нас учит. Вот так будем поступать. А не мы даем и не мы исцеляем. А милосердный и вечный Господь с неба посылает исцеление. И душа радуется. И благодарит не людей, а Бога. Поэтому, друзья дорогие, давайте прислушаемся к тому, что нам говорит Священное Писание. Апостол Иаков говорит такие слова. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет Пресвятеров Церкви. И пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, просится ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках, и молитесь друг за другом, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илья был человек подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя. На земле три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Вот так Священное Писание нас учит. Давайте поднимемся и пособлющим молитву. Милосердный Вечный Господь. Благословен Ты, Господи, благословенное имя Твое. Мы благодарим за доброе время, которое мы живем, Отец Небесный. Мы благодарим Тебя за все благословения, которые мы имеем в жизни нашей. Но мы молим и просим Тебя, да будешь Ты прославлен, Господи. Помоги Ты нам в этом, помоги, исполнивши волю Твою, получить обещанную, Господи. Услышь молитву нашу, да будешь Ты прославлен, Господи. В продолжении этого служения благослови нас. Да будет имя Твоему слава, честь, поклонение, наш Великий Вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дивили И другого нет, как Вы И другого нет, как Вы Слава Ему! Слава Господу, братья и сестры! Я хочу передать Вам привет от той группы, с которой мне пришлось быть несколько этих дней в Европе. Нас было 50, наверное, 6 человек. В большинстве своем это были люди из Америки, почти все с нашего штата. Только с нашей церкви нас было 10 человек. Они еще остались, потому что весь наша программа заканчивалась, но я улетел на день раньше, чтобы успеть на собрание и быть в это воскресенье уже с церковью. Может, в следующее воскресенье мы подготовим уже небольшие фотографии и покажем, где мы были. Сейчас несколько слов. Бог позволил нам быть в тех местах, где начиналась и происходила реформация 500 лет. Вы знаете, что в этом году исполняется 500 лет с дня реформации. Многие привыкли считать, что первым реформатором был Мартин Лютер, но мы знаем, что Мартин Лютер это был видная, публичная фигура, кого Бог использовал, чтобы принести реформацию. Но было много других людей, которые способствовали тому возрождению, которое нужно было Церкви Христовой в те века, когда Церковь тогда жила. мы посетили место, где был Янгус, это Прага, Чехословакия, то место, где его судили, где его сожгли. Бог позволил нам быть также там, возле той церкви, где были прибиты 95 тезисов, помните, да, которые Мартин Лютер уже через 100 лет после Янгуса, прикрепил к дверям собора, город Эйсбург или, I'm sorry, Виттенберг. Мы также были там, где был Кальвин и Жан Кальвин. Мы также, Бог позволил нам быть в тех местах, где были цвингли, которые принесли реформацию уже в другие соседние страны. И с тех городов или с тех областей движение реформации начало распространяться по Европе. Многие люди заплатили за это свои жизни. Мы были возле маленького памятника на реке, где первых мучеников утопили просто в воде, вывезли их челноком на реку и сбросили, завязав им руки в реку за то, что они приняли крещение во взрослом возрасте. Католическая церковь говорила, что если тебя крестили в детстве, этого достаточно. Но эти люди говорили, в Писании написано, что нужно сотворить плод покаяния, нужно поверить сознательно. И за то, что они приняли Христа в взрослом возрасте и приняли крещение, за это люди отдавали жизнь. История тех дней говорит, что самый средний возраст, после реформации человек мог жить 18 месяцев. Почти каждый, кто принимал Христа, максимально, что он мог прожить, 18-20 месяцев. И почти каждого казнили за то, что он принимал Христа во взрослом возрасте. Это было время очень жесткой инквизиции. Это мы только знаем. Ну, там Яна Гуса сожгли, ну, там еще кого-то. Но это были тысячи, тысячи, сотни тысяч людей, которые отдали жизнь за то, чтобы мы сегодня читали Библию. Библию тогда не читали на понятном языке. А если и был понятный язык, то ее читали только священники. С приходом реформации, друзья, вот даже то, что мы сегодня поем, Влад запризывает нас, музыканты нам играют. Мы этому относимся, как само собой разумеющиеся. И часть людей поют, часть, может, не знают песни, не поют. Но, друзья мои, это с приходом реформации люди начали петь в собрании. До того никто не пел. Не было ни одной песни написано для народа. Люди пришли, для них клирики или там несколько человек на сцене спели литургию, и все люди разошлись. На латыни им попроповедовали на непонятном языке, и разошлись. Все. Вот такие были собрания. И то, что нам сегодня высвечивают, показывают, группа ведет нас, и иногда новую, иногда старенькую песню, нам помогают петь. Это только потому, что Бог благ нам. И мы родились не до реформации, а после реформации. Это благо и милость. Но я сегодня не хотел бы рассказывать долго о нашей поездке, сколько возвратить нас всех в нашу проповедь, которая я уже не помню, какая это по счету. Но мы ее озаглавили, уже, наверное, два месяца мы об этом говорим, или полтора. Мы назвали эту проповедь «Пять принципов реформации». Реформация принесла с собой пять ключевых столбов. Это возвращение к Писанию. Потому что в то время настолько люди отошли от Писания, что начали верить как евреи преданиям, так Римма-католическая церковь и Православная церковь, начали верить много чему, кроме Писания. Такой-то святой сказал это, а тот православный или католик сказал это. И уже не то, что сказал Павел или Христос, было ценным, а было ценным то, что сказали люди, кроме написанного слова. И мы говорили с вами, что реформация – это способность возвратиться к Писанию, написанному слову. Второе, мы с вами говорили о том, что реформация позволила и вывела целый такой постулат, закон или правило, только Христос. Нет другого посредника. Ни Папа Римский, ни кто-то другой, ни какой-то святой или праведный не может стать посредником между мной и Богом святым. Только Христос. Нет другого человека, Писание говорит, данного под небом. Нет другого имени, данного под небом, которым надлежало бы нам спастись, точка стоит. Все. Третье, мы с вами говорили, это только верой. Соло фиде, только верой. И сегодня мы с вами поговорим на четвертый столб, это или четвертый пункт, это только благодатью, соло гратия. Сегодня об этом я хотел бы с вами порассуждать. Итак, только благодатью. Что это значит? Основной текст, с которого мы начнем нашу проповедь, я хотел бы предложить, это Ефесянам 2 глава, 4-7 стих. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом. Ключевая фраза этого текста. Благодатью вы спасены. И воскресил с ним, то есть со Христом, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство, обратно упоминается слово благодати своей, в благости к нам во Христе Иисусе. Здесь много мыслей. В силу нашей проповеди и ограниченного времени мы остановимся только сейчас на одной, на одной только мысли. Благодатью вы спасены. Но здесь упоминается слово милость. Бог богатый милостью, благодатью нас спас. Многие не понимают разницу между милостью и благодатью Господней. Они очень похожи, эти два слова, очень похожи. Но это не просто набор слов, это не игра слов. Милость имеет свое значение. Благодать Божия имеет свое значение. Давайте посмотрим, что такое благодать и что такое милость. Первое упоминание идет милость. Милость это когда мы не получаем наказание, которого заслужили. Когда ребенок что-то сделал, то, что не должен был сделать, и он заслуживает наказание, но папа или мама говорит, ну в этот раз я тебя милую. Это не благодать, это милость. Это когда человек, в данном случае мы грешники, когда мы не наказаны за то, что заслужили. Мы все, мы все заслуживаем наказание, нет праведного ни одного. Даже в Риме папа римский тот грешный. Все согрешили, все заслуживаем наказание, но Бог богатой милостью помиловал нас, то есть не наказал. И дальше Бог не только милость проявил, Бог проявляет к нам благодать. Благодать это когда мы получаем то, чего недостойны и чего не заслуживают. Два примера из жизни, скажем, Адама и Евы. Свидетельство Божьей милости это когда Адам согрешил, но Бог не умертвил его, а мог бы умертвить. Мог бы. В тот день, когда Адам сделал или взял запретный плод, Бог мог бы уничтожить физически Адама, но Бог позволил Адаму еще жить. В этом была милость к Адаму и потом же к Адамовому родству, семье и ко всему человечеству. Но свидетельство Божьей благодати это человечество, которое не заслуживает спасения, но Бог дарует шанс спастись через жертву Христа. Итак, еще раз, милость это когда я не получаю то наказание, которое должен получить, а благодать, когда я получаю шанс на спасение, которое я вообще не должен получать. Меня не за что спасать. Но Бог дает не просто милость, не наказывая, а Бог дает благодать как шанс еще быть усыновленным и спасенным. Итак, мы сегодня поговорим о благодати. Первое, на что хочу обратить внимание, что мы все грешники, и мы все нуждаемся в благодати. И если вы родились в верующей семье, и если вы никогда не курили, никогда не пробовали алкоголь, никогда не спали с чужой женщиной, никогда не своровали, и вы все равно грешник. Нет праведного ни одного. Все согрешили. Все, абсолютно все. Смотрите, что говорит в послании апостол Павел Кримлина. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, то есть евреи, так и елины, то есть язычники, все под грехом. В нашей церкви есть несколько семей евреев. И мы очень любим евреев. Шалом для вас всех. Это по-еврите. Да благословит вас Господь, да? Мы любим евреев. И евреи приходят в нашу церковь. Но, друзья мои, мы, как язычники, так и евреи, мы все согрешили. Мы все согрешили. И здесь нету, что я в семье пастор, а то я меньше грешник, и наказан буду меньше. Я еврей, еще меньше грешник. Библия не говорит, больше или меньше. Библия говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Павел говорит, иудеи и елины, все под грехом. Но, как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, разумевающего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути. Да одного негодный. Нет делающего добро. Нет ни одного. Нам, людям, присуще делать себя или считать себя лучше. Я как-то стоял в Нью-Йорке возле этих огромных зданий. И, ну, когда ты сравниваешь себя с этим большим зданием, которым там больше 100 этажей, ты чувствуешь себя таким маленьким. Но когда ты стоишь, и по земле бежит мурашка, вот я стоял как-то однажды, и маленькая мурашка, я подумал, я такой большой на фоне ее. Все зависит от того, с чем или с кем ты себя сравниваешь. Если ты сравниваешь себя с маленькой мурашкой, которая там по полу где-то, ты чувствуешь себя цось, великим. А если ты себя сравниваешь с большим зданием 100 этажным, ты чувствуешь себя ничтожным. Друзья, но мы должны себя сравнивать не просто с большим зданием каким-то. Мы должны себя сравнивать и святость свою мерять не с теми, кто ниже нас. И даже не со зданием 100 этажным, которое выше, а с безграничным, великим и святым Богом. И когда ты с Ним меряешь в себя свою праведность, то чувствуешь себя действительно грешным. Павел говорит, нет делающего добро, нет ни одного. Все совратились с пути. Смотрите, как говорит Исаия в 53 главе 6 стих. Все мы блуждали. Слово «все» значит что? Все. Все мы блуждали, как овцы. Слово «все» совратились каждый на свою дорогу. У нас всех были свои грехи, свои проступки пред Богом нашим. Но Господь или Господь возложил на Него, на Иисуса грехи всех нас. И к этому мы придем через несколько минут. Итак, все грешники, все. Грешником был Давид. Мы иногда думаем, что вот грешники – это люди, которые там, ну, курят, вот там, татуировка ходят. У них разваленные семьи, разломанные браки. А вот как-то мы, ну, мы святые люди, да, мы приятно одеты. И это, хвалю вас за это. Благодарю, что вы приятно одеваетесь, что посрижены, побритые. То есть, все, внешне все хорошо. Но мы все грешники, слышите? Если посмотреть, то будут в аду люди, которые никогда не пили алкоголь. Которые никогда не ходили в татуировках. Которые никогда не делали каких-то большущих грехов. Но они окажутся в аду. Почему? Потому что все равно они грешники. Посмотрите на Давида. Давид в 57-м псалме, в 57-м стихе говорит такие слова. Псалом 50-й, 7-й стих. Вот я в беззаконе и зачат. Во грехе родила меня мать моя. Так и хочется сказать, Давид, ты лучший из всех ваших восьми мальчиков. Когда все вышли на войну, и все, или старший точно озвучил фразу, знаю твое там пустое сердце, то твое сердце было наполнено верой в Божью победу. Божий дух был на тебе. Этой пращей управлял не сам ты, а дух святой управлял, чтобы поразить этого великана. И тут ты говоришь, что ты грешник. А Давид говорит, я еще в отробе матери, в отробе матери я был уже грешник. Все совратились, все грешники. Посмотрите на второго человека. Иисус Иосидеков. Об этом говорит книга Захарии. Я сегодня еще раз перечитывал этот текст. Меня поразило, как непредвзято Библия говорит об этом человеке. Книга Захарии, третья глава, первого стиха. Итак, прежде всего я хочу сказать, что это не Иисус Христос. В Библии мы находим семь мужчин, которые носили имя Иисус. Первый из них это был Иисус Навин. Последний, заключающий, это Иисус Христос. И вот один из этих семи это Иисус Иосидеков. Его роль была помогать в строительстве. Когда евреи после плена возвратились, из Вавилонского плена возвратились в свою землю, то вот как раз этот Иисус Иосидеков, он был один из священников, или первосвященников в израильском обществе. Он был очень богобоязвенный и праведный человек. И вот смотрите, что написано об этом человеке. И показал он мне и Иисуса, это говорит Захария, великого Иерея, стоящего перед Ангелом Господним, и Сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь Сатане, Господь да запретит тебе, Сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторнутая из огня? Иисус, то есть этот Иисус, еврей Иосидеков, да, же был одет в запятнанные одежды и стоял пред Ангелом, который отвечал и сказал стоящим перед ним так, снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал, смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжества. И дальше идет текст. Такой праведный, богобоязненный человек. Когда другие отступали, этот человек не отступал. Когда другие мирскими делами занимались, этот человек всецело посвятил себя и свою жизнь служению Господу. Но даже он стоял перед Богом в запятнанных одеждах. И Богу пришлось снять с него его запятнанные одежды и дать ему чистые одежды. Такие праведные люди, из праведных родов вытекающие, все равно грешники. Еще один, об этом мы не будем долго читать, я вам быстро своими словами скажу, это из притчи Иисуса Христа. Их было двое. И один из них, младший, сказал отцу, дай мне часть имения. И потом этот человек, который младший сын, блудный сын, как мы его называем, он уходит из дома. И он доходит до того, что есть из свиного корыта. Это духовный прообраз того, что человек доходит до дна, становится крайне грешником. Но, друзья мои, я вам привожу здесь всего лишь три человека. И посмотрите, и Давид, и Иисус Иоседеков, и блудный сын, они все равно грешники. Все равно они говорят о себе, как о тех, кто не имеют права предстать в этих одеждах перед большущей святостью нашего Бога Творца. Мой поинт, друзья, сегодня, чтобы мы не гордились. Нам нечем гордиться. Слышите? Мы все грешники. Все грешники. Вы знаете, что в нашей стране есть каньон. Его называют Великий каньон или Грэйн Кэньон. Его ширина это 15 километров или 15 тысяч метров. Представьте себе, что вы хороший спортсмен. И вы решили перепрыгнуть этот каньон. Ну, скажем, Влад, он молодой еще, спортивный, подтянут. От пола отжался пару раз и решился все-таки вот прыгнуть. Ну, хороший спортсмен. 10 метров отпрыгнул от края каньона. И что? И до того берега все равно не дотянулся, потому что это очень широко и очень далеко. Ну, я похуже. Я тоже взял разгон. И 3 метра от края. Куда и мы упали вдвоем? В одинаковую, тут же самую пропасть. Друзья, или другой пример. Пришли вы покупать машину. Ну, к примеру. Не знаю, вот Виктор. Недавно приехал с Украины. Пошел покупать машину. Приходит на дилерскую. Я не знаю, сколько там у него денег, много или мало, но приходит на дилерскую. И ему понравился микроавтобус. Ну, не знаю, сколько этот микроавтобус стоит. Ну, скажем, 50 тысяч. Хороший микроавтобус. А у Виктора всего лишь тысяча, а нужно 50. И он говорит, я вам могу дать всего лишь, у меня тысяча. Скажите, ему продадут? Нет. Ты должен или полную сумму, или ты не получишь ничего. Друзья, вот что-то подобное происходит. Мы должны или перепрыгнуть этот каньон полностью, или мы падаем в эту пропасть, которая под нами. Так вот, пропасть между нами и Богом, она шире, чем 15 километров. Она шире, чем этот каньон. Никто не может эту пропасть греха, которая между нами и Богом образовалась, никто не может ее преодолеть. И сын ты пастора, или ты дочь пастора, или дирижера, музыкант, певец, хорист, проповедник, дьякон, пастор ты, епископ, папа, римский. Разницы нет. Никто не может преодолеть каньон. Никто. Но явился Христос. Явился Бог, который начал строить мост. Или Бог через Иисуса решил проложить этот мост через эту пропасть. И как вы думаете, 10 метров Влад будет строить мост, а все, что не хватает, Бог добавит Иисуса? Или Бог построит вообще без Влада этот мост? Как вы думаете, Бог придет и скажет, ну, Виктор, сколько у тебя есть микроавтобус? Тысяча? Да, давай ты свою тысячу, а я 49 добавлю. Так? Нет. Бог говорит, я тебе дам свою благодать. И вообще твоих 10 метров Влад уже вообще не надо, не надо. Потому что даже эти 10 метров, они все равно все испортят. Я не говорю, что не надо дела. Мы говорили в прошлой проповеди, дела важны, но вообще не для спасения. Дела важны как результат спасения, а не причина для спасения. Мы делаем дела не для того, чтобы спастись, а потому что спасены. А спасение мы получаем только по одной личности или вере в эту личность. Это Иисус Христос, который проложил мост через эту греховную пропасть. Иисус Христос, который купил нам спасение бесплатно. Все, целиком. Не так, Виктор, твоя доля плюс моя будет спасение. Бог дает нам спасение по благодати. Бог действует по благодати. Нам хочется сказать, что мы достойны как-то, знаете, вот достойны я, чтобы меня спасли. Мне вспоминается история с книги Луки. Наверное, это было в седьмой главе написано. Помните историю? Пришли люди к Иисусу и говорят, у нас есть в нашем городе один неверующий, скажем, по-нашему человек. Но он очень добрый. Он римлянин. Он не иудей. Он римлянин. То есть это тот, который пришел, завоевал нас. Но как-то он ведет себя не так, как эти все завоеватели. Он за нас думает. Он даже думает, как построить нам церковь. Некоторые верующие не думают, как построить свою церковь. Как иметь свое здание, свою парковку, свою школу. А этот римский сотник или римский гражданин, он думал, как евреям построить церковь. И евреи приходят к Иисусу и говорят, он достоин, чтобы ты ему помог. И мне так нравится, как евреи говорят о этом человеке. Но потом Иисус говорит, я приду и исцелю того раба. Иисус направляется к этому человеку, который достоин. Этот человек выбегает из дома, бежит навстречу. Прибегает к Иисусу и говорит, я не достоин. Амшоры, я не достоин. Слышите? Иногда люди говорят, Влад достоин. Там Виктор достоин. Василий достоин. Но честно, посмотрев свою жизнь, и Бог ожидает, когда мы пойдем на колени и скажем, Господи, не достоин. Может, в глазах людей я кажусь святым и праведным. Но если сравнить мою святость с Тобою, я не достоин. Так и хочется сказать словами английской песни. «I surrender all, all to thee, my blessed Savior». Сдаюсь, Господи. Мне нечем хвалиться. Как мы поем в другой песне. Что вину мне может смыть, он и что лишь кровь Иисуса. И там есть такой куплет. Моя святость мне не щит. Вдумайтесь в эти слова. Моя святость мне не щит. Я за моей святостью спрятаться не могу. Потому что моя святость, моя праведность все равно грязная одежда. Любую сферу. Вот давайте три минутки возьмем. Любую сферу. Назовите любую сферу в своей жизни и проанализируйте, и вы найдете там грех. Вот у меня вопрос. Не поднимайте руку. Кто из вас в области слов? Давайте возьмем слова. Кто из вас в области слов никогда своими усами не сказал ни один раз неправды? Есть такие, которые ни разу не обманули? Я не могу это сказать. Я несколько раз, я помню, я обманывал папу. Конечно, мне за это влетело, когда я был маленький. Но это было. А достаточно одного раза, чтобы уже одной неправды, чтобы уже был ад. Хорошо. Второй вопрос. В области мысли. Кто из вас никогда в своих мыслях не допустил греха? Насилия. Не пожелал. Чужой машины. Чужого дома. Чужого мужа. Чужой жены. Чужого бизнеса. Библия говорит, не пожелай. Это в области мысли. А кто из вас в области дел никогда не сделал ничего греховного? Есть такие? Я всего лишь три вещи назвал. Слова, мысли, дела. А если копнуть глубоко в сердце, то Библия говорит, лукаво сердце человека крайнее. Слышите? Крайнее. Есть испорченные, а есть крайнее. То есть дотла. Все, уже нечему портиться. Есть яблоко на тарелке чуть-чуть, и мы берем как-то ножик, там еще можем что-то вырезать. А есть полу гнилое. А есть полностью гнилое. Так вот, это крайне гнилое. Это все. Так вот, наше сердце такое. Нам кажется, что мы хорошие. Но хороший не мы, а хороший Он, который нас любит. Что же сделала благодать? Мы с вами говорили, что милость, когда я не получил то наказание, которое я должен получить. А благодать, это когда ко мне поступают так, как я не заслуживаю, чтобы со мной обращались. Я как-то решил проявить этот принцип в библейской школе. Я преподавал в одной библейской школе. И там был один студент. И мне так жалко его стало. Но, во-первых, этот студент очень слабо понимал по-русски. Преподавание было по-русски. И я PowerPoint поставил тоже по-русски. Этот студент не говорил почти ничего по-русски и не читал по-русски. И потом, более всего, я ему дал этому студенту, как и всем, русский тест. И эта девочка сидит, я смотрю, она достала телефон, вышла на Google и по одному слову переводит мой тест. И мне ее так жалко стало. Я, конечно, я понял, что она получит двойку за этот тест. Выше она не дотянет, потому что на тест давалось 20 минут. И все, что она успеет с этим телефоном своим Google переводить, она вообще не может прочитать, что там написано. Ей прочитали одно слово, она в Google нашла, напечатала, перевела. Покуда перевела третье, первое забыла. Я понял, что она получит два. И я решил к ней проявить милость. Я сказал, что ты не переживай. Я тебе не поставлю то, что ты сейчас заслуживаешь. Более того, отдай мне свою работу. Вместо тебя твой тест буду сдавать я. Я взял этот экзамен. И я написал вместо нее. И когда я выставлял оценки, я поставил ей 100 баллов. Когда я это делал, честно скажу, я почувствовал себя таким маленьким грешным. И я понял, что Бог для меня сделал в миллиарды раз больше, чем просто забрал мой непонятный экзамен и вместо меня написал его красиво, на 100% правильно. Друзья, мы заслуживали ада. Это то, что мы заслужили. И то, что мы не в аду, это милость. А то, что мы христиане, это благодать. То, что мы христиане, это благодать. Нам Бог мог бы не давать этого шанса. Но Бог дал. Итак, что нам через благодать, что мы можем получить? Ефесянам 2 глава. Апостол Павел говорит. Ефесянам 2 глава. Я найду этот текст. С 1 по 5 стихи. «И вас, мертвым, по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью Своею, по Своей великой любви, Который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом. Благодатью вы спасены и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе и Иисусе». Благодатью мы спасены. Бог захотел нас спасать. Еще раз, то, что Бог не захотел нас наказывать, это Его милость, а то, что Он захотел после милости еще нас спасать, это Его благодать. Не расположили мы сердце Бога ни нашими делами, ни нашими фамилиями, ни нашим здоровьем, ни красотой, ни голосом, ни пожертвованием, ничем. Бог явил благодать бесплатно, захотел нас спасти. Ценишь ли это ты? Второе, Он не только оживотворил нас, как мы читали, Он захотел нас спасти. Смотрите дальше. Читаю. Восьмой, девятый стих. Смотрите, как написано. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился». Прежде всего, Бог делает первый шаг. Он оживляет наш дух. Второе, Он реально нас спасает. Человек не может быть спасенный, если его дух не возродил. Когда мы согрешили, наш дух, внутренний наш человек стал мертвым. Мы стали глухи к Богу, к Божьему голосу. Люди совратились, начали строить себе идолов, капища свои делать. Все, лишь бы не служить Господу. И Бог через благодать оживляет нас изнутри. Делает наш дух способным реагировать на голос Божий. Второе, Бог нас спасает, физически спасает от ада. Спасает нашу жизнь. Третье, что Бог делает, Бог примирил нас. Римлянам 5 глава. Я этот текст найду и прочитаю. Бог примирил нас с Отцом. Римлянам 5 глава. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Смотрите, когда человек согрешил, между Богом и человеком, между человеком и Богом стал конфликт. Война. Богу пришлось даже прогнать этого человека, который согрешил. Закрыть, если можно так сказать, двери в Эдемский сад, в рай. Богу пришлось поставить ангела с пламенным мечом. Между Богом и человеком стал конфликт. Потом с другим поколением Авель погибает от руки брата Каина. Конфликт еще больше возрастает. И Бог был во вражде с человеком, а человек с Богом. Не потому, что Богу не нравился человек, Бог создал человека по образу, но Бог не может терпеть греха, который прилепился к человеку. Но смотрите, что делает Бог через благодать. Бог через благодать примиряет нас с Ним через Иисуса, который приносит эту благодать. Бог становится близким обратно для нас, а мы к Богу. Друзья, мы очень часто привыкаем, потому что мы с детства слышим, слышим, слышим эти фразы, мы часто привыкаем. Но мы должны хоть на минутку задуматься и осознать. Подумайте, к Богу просто так прийти нельзя. Вот у меня вопрос. Вот сегодня вот сидит молодая пара. Вы пришли сегодня в храм, вы овцу, овна, вала, быка привели сегодня? Нет. Нет. А к Богу нельзя приходить с пустыми руками. Если не можешь, если ты не богатый, ты должен принести хоть двух голубей. Правильно или нет? Но, друзья мои, мы сегодня пришли к Богу, или вы не к Богу пришли. Мы не пришли лица друг друга увидеть, ведь мы пришли помолиться с Ним, поговорить с Ним, помолиться к Нему. Но к Нему нужно явиться не просто без ничего. И вот как раз благодать на себя берет эту роль между нами и Богом, убрать эту войну, этот конфликт, этот грех и сделать нас своими к Нему, а Его к нам. Когда-то я слышал, как рассказывали о президенте Украины. наши братья и епископы были, это было, наверное, какие-то 90-95-е годы, наши братья были на приеме у президента, тогда был президентом Кучма. И они говорят, мы сидим, стол стоит там, все заседают, ну и сидит во главе в центре стола Кучма. И вот открывается дверь и забегает трехлетний мальчик. И прибежал, всех отбежал вокруг стола и прибежал к Кучме и взбирается ему на колени. Ну и Леонид Данилович взял этого мальчика и посидел себе и говорит, извините, это мой внук. И все братья так посмотрели и говорят, ему даже без стука можно. Друзья, о чем я пытаюсь сказать? Мы не так хороши, чтобы Бог просто так без вала, без вала, без теленка, без козленка нас принимал. Здесь говорится о том, что кто-то убрал эту войну кем? Кровью своей. И это был Иисус Христос, который на Голгофе умер ради нас. Он примирил нас с Богом Отцом. И теперь Бог для меня не какой-то жестокий тиран, который только ожидает, когда же Василий споткнется, чтобы сразу ангела сказать, накажи его, накажи. Нет. Бог сегодня любящий Отец. Да, иногда Он наказывает нас, если мы не слушаемся, и у Него нет никакого другого выхода, чтобы нас воспитывать. Он иногда это делает, но даже и тогда Он это делает нас любя. Друзья мои, если я хочу обратиться, если вас, жены, если ваш муж вас не любит, может быть, знайте, есть Иисус, который вас любит. Мужчины, если твоя жена, может быть, тебя не любит, знай, что на небе есть Иисус, который тебя любит. Дети, может, вас родители недолюбливают, есть Иисус, который тебя любит. Иисус возлюбил этот мир, Бог возлюбил этот мир и проявил свою благодать через Иисуса, чтобы нас примирить и обратно вернуть людей и Бога Отца в единство, в мир, в гармонию, в любовь. Это все по благодати. И последнее, на что хочу обратить сегодня внимание, Ефесянам 1.3. Он усыновил нас. Я найду этот текст. Павел Апостол говорит вот как. Первая глава. Благословен Бог и Отец Господа нашего, Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде сознанием мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодетельствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его. И дальше Павел продолжает эту мысль. Итак, давайте еще раз вот эти четыре шага. Первое. Вот я грешник. Вот ты грешник. Но Он оживляет нас, возрождает нас изнутри. Это все благодать Его. Второе. Он нас спасает от ада. Третье. Он примеряет нас Богом Отцом. И Бог Отец, Творец Вселенной уже не враг, а наш заботливый Отец и наш друг, если можно так сказать. И третье или четвертое. Благодать позволяет нам быть сынами и дочерями царя царей. Друзья, мы много чего не понимаем. Мы думаем, что вот если бы нас усыновил Билл Гейтс, то мы были бы, чувствовали бы себя богатыми. Как-то один человек, его взяли работать в Apple компании. Он чувствовал себя таким счастливым. Он говорит, я буду работать в Apple компании. Это номер один компания. Это бренд номер один во всем мире. А я ничего ему не сказал. Но я ехал домой и думаю, Боже мой, как счастлив я, что меня не просто в Apple или Microsoft позвали работать. Как счастлив ты и я, что нас Бог позвал работать в Его семье, в Его царство, в Его винограднике. Он оживил нас. Он спас нас. Он примирил нас. И Он усыновил нас. И все это не потому, что хороши мы, а потому, что Его благодать вместо того, чтобы нас наказать, она явилась, чтобы нас усыновить и спасти. И я хочу закончить мою проповедь вот таким стихом, который очень глубоко меня коснулся. Я хочу его оставить всем нам. Наклонившись низко, Он писал перстом. А толпа с блудницей стала пред Христом. Как сейчас сумеет обойти закон? Кто теперь ответит? Что теперь ответить? Не найдется Он. Моисей велел нам побивать таких. Ну а ты что скажешь? И народ затих. Кто из вас безгрешен? Первый камень брось. И опять склонился над землей Христос. Толпа онемела, замерли уста. А что теперь им делать после слов Христа? Молча ждет Спаситель. И толпа молчит. Будто одно сердце у людей стучит. Первый, первый, первый. Вот если бы второй, или если бы сразу всей этой толпой я бы ее, блудницу, бил сильнее всех, но сказал он первым. Первым – это грех. Разве я безгрешен? Разве лучше всех? Хоть в грехе разврата не повинен я, все равно не свята внутренность моя. Может, кто безгрешен, только лишь не я, и людская совесть стала судья. Юноши на старцев устремили взор. И из тех, кто чистым звался до сих пор, первым круг покинул старец в сединах. И за ним тянулись знающие страх. Все ушли, не смея голову поднять. И остались двое – грех и благодать. Что ж, – спросил учитель, – осудил ли кто? И в ответ услышал – Господи, – никто. Женщина Иисуса Богом назвала и, приняв прощение, спасение обрела. Благодать коснулась гибнощей души. Отправляйся с миром и больше не греши. Древние те люди, что ушли тогда, не были друзьями Господа Христа. Их прогнала совесть по своим домам. Как необходимо помнить это нам. Я хотел бы, друзья, сегодня, чтобы мы сейчас склонились и попросили у Бога, чтобы Бог нам показал нашу греховность и показал Его благодать, которую Он через Иисуса принес для человечества. Склонимся, будем молиться. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь. Аллилуйя Тебе, Иисус, за силу Твою, которую, Господи, Ты явил, спасая нас, за то, что милость Твоя явлена к нам. Помоги нам думать о небесном, говорить, Боже, правильное и делать, Боже, то, что прославляет Тебя, а не позорит Твое святое имя. Помоги мне, как пастырю, пастырем, дьяконам, проповедникам, Господи, всему народу. Помоги нам ходить, держась путей Твоих. Но помоги нам всегда надежду нашего спасения возлагать на Тебя и на ту благодать, которую Ты проявил для нас две тысячи лет назад. Благодарим Тебя, Отец, Сын и Святый Дух. Аминь. Аминь.